Сотрудники ГИБДД не устают повторять. Приучать детей соблюдать правила дорожного движения нужно с ранних лет. Личный пример – самый лучший и понятный детям. С ними согласен и водитель Тимур Мефтахов. У него трое детей. Сегодня семья отправилась на прогулку в парк Гагарина на автомобиле и попала в поле зрения инспекторов ГИБДД и нашей камеры. Прежде всего, это техника безопасности. Не только для того, чтобы должны быть пристегнуты, а прежде всего техника безопасности. Детское кресло в машине – не прихоть инспектор, а реальная защита жизни и здоровья ребенка в случае ДТП. Контрольные рейды ГИБДД Самары проводят почти каждый день. Инспекторы останавливают машины, в которых есть дети, и проверяют, правильно ли их перевозят. Бывает так, что автокресло в машине есть, но оно не подходит ребенку по размеру, не закреплено или сидящий в нем малыш не пристегнут. В случае ДТП толку от такого защитного устройства не будет. Все уже знают, что детей без детских удерживающих устройств и на руках перевозить категорически запрещено. Так как при резком торможении вес ребенка увеличивается в разы, и удержать его родителю или другому человеку совершенно невозможно. В первые месяцы жизни ребенка для транспортировки используют автолюльку с маркировкой «0». Ребенок лежит в ней, удерживаясь спецремнями. Самоустройство ставится боком, перпендикулярно ходу движения на заднем сидении. Перевозить ребенка в люльке можно и на переднем сидении, но при этом он должен лежать спиной по ходу движения. Для чего это нужно? Для того, чтобы исключить смертельно опасный кивок головой при резком торможении автомобиля. Так как шеи и позвоночник ребенка очень хрупкие, нахождение в детском удерживающем устройстве в таком положении сохраняет его жизнь. Пассажир от года до семи лет должен ехать в машине в детском автокресле, соответствующем его росту и весу, как на переднем сидении автомобиля, так и на заднем. До года малыш должен располагаться спиной по ходу движения старше года лицом. Детей от семи до двенадцати лет на заднем сидении машины разрешается перевозить не только в детских автокреслах лицом по ходу движения, но и с использованием штатного ремня безопасности. Илья Канонников, автолюбитель со стажем, говорит, своих детей старается пристегивать всегда. Руководствуется правилами безопасности и из личного опыта знает, что при таком активном городском движении нужно позаботиться о безопасности маленького пассажира. Чтобы соблюдать безопасность дорожного движения, чтобы у нас дети сохранились в целости и сохранности, чтобы остались здоровыми, дожили до своих водительских прав и автомобилей, стараемся пристегивать, соблюдать вот нам в знак благодарности подарили такой презент. Снова автомобиль с ребенком и вновь малыш едет по правилам в автокресле. Мама Олеся Исаева за рулем более десяти лет и к безопасности своих детей подходит ответственно. Сама всегда пристегивается и детям выбирает только качественное автокресло. И знает, что предпринять, чтобы убедить ребенка сидеть в специальном кресле. Поговорить, дать конфетку, вкусняшку, что-нибудь там, мультик, еще что-то. В общем, что-то пообещать, чтобы они вели себя хорошо. Инспекторы напоминают, автокресло в случае аварии позволит защитить ребенка от травм и снизить тяжесть последствий дорожно-транспортного происшествия. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. Григорий Плешаков.